всем привет кто присоединяется всех приветствую в прямом эфире меня зовут юля фролова я сегодня проведу для вас прямой эфир по дизайна с новыми текстурными красками дизайн с эффектом штукатурки покажу вам несколько вариантов работы с этими красками и также используем новые декорации вот такие шермиконы они очень классно подойдут к этим красным также будем использовать в дизайне сегодня поталь поталь я подготовил у меня есть две разные одна такая вот сжатая одна более ровная но в принципе можно использовать как тот и другой вариант смотря какой эффект вам дизайне больше нравится итак приступим сейчас я кисточку еще подготовлю для нанесения краски кисточка немножко не остатки краски есть поэтому я ее сейчас быстренько помою в топе the glass потому что буду работать с белой краской еще пока вот не решила буду ли этой кистью работать но на всякий случай подготовить ее нужно и вот таким образом выбиваем остатки краски и из кисточки подготовили кисть она стала такой более пластичной и чистенькой быстренько так вытираем и влажную салфетку и приступим первый вариант сделаем в белом цвете хочу сделать наверное по парочке если будем успевать я так думаю но принципе дизайна с этими красками делаются очень быстро поэтому мы успеем сделать четыре варианта смотрите можно сделать покрытие под эту краску чтобы поставить декорации и и если вы наносите полностью на весь ноготь и можно наносить уже как то есть ее использовать можно без финиша просушить две минуты на очень плотно ложится на ноготь перекрывает его полностью поэтому финиш может и не потребоваться тем более если финиш использовать по этой краске то он как раз украдет вот этот ее эффект штукатурки то есть она не скалывается хорошо носится и без финишного покрытия поэтому если вы хотите чтобы был более плотный оттенок внутри или не использовать большое количество краски текстурной поэтому лучше всего сделать цветовую подложку то есть под белый белую под черный черный также можно миксовать можно смешать между собой эти краски можно создать более такой фактурный эффект бетона сделать до бетон он же такой неоднородного цвета там есть где-то вкрапления какие-то до разного разных оттенков серого поэтому можно намешать между собой краски задавая серые какие-то оттенки так вопрос эта краска как пластилин нет я сейчас покажу какая она в работе она не как пластилин она похожа на им посту только более густая очень очень такая густая нам достаточно такая зернистая и очень плотно за счет этого наносится на ноготь и так сейчас делаем белую подложку с два типса выграшу белым два черных можно покрыть и делать краской так и гель-лаком зависимости от того какой вид моделирования вы делаете то есть если вы укрепляете ногти в гель-лаковой системе до базами то тогда нужно нанести гель-лак но учтите что краска довольно жесткая и ее лучше наносить также на жесткий ноготок если он будет совсем таким подвижным то может быть в процессе носки появится скол поэтому свободный край лучше вообще всегда укреплять чем-то дополнительно так покрыли и отправляем сушиться на 30 секунд очень классный эффект этой краски сейчас делаем два типса тела сделать до эфира но немножечко не успела гель-лаком краской наносим подложку принципе все равно так слушаем и два ногтя делаем покрываем черной краской или гель-лаком так как я больше люблю работать красками поэтому я для покрытия взяла краску не легче наносить но и опять же повторюсь сотый раз гель-лаком тоже можно так черную краску наношу почему делаю подложку потому что я буду использовать декорациям декорации буду использовать и не на весь ноготь я буду ставить не на весь ноготь буду наносить краску текстурную поэтому хочу подложку сделать там есть немножко заехала так и еще у нас один остался типс моего выкрасим так готова сушим лампе и приступаем к дизайну и так и так какими кистями можно наносить эту краску фактурную можно ее наносить в принципе любыми кистями какими вам удобно самое конечно но кажется удачный вариант это будет если работать кистью для амбре также можно использовать и овальную кисть и также можно вот мазок номер три использовать тут уже зависит от того какую текстурку вы будете делать какой рисунок вот этой штукатурки вы хотите если более крупные элементы то кисточку можно потолще взять если более мелкие топ кисточку поменьше также можно разводы какие-то делать узнаете тут вообще все что угодно можно сотворить с этой краской и так смотрите здесь я сделала покрытие краской гелевый альпийский снег так как с этой эта краска на знаете единственное наверное всех если с нее снять липкий слой то у нее будет идеальная глянцевая поверхность для того чтобы поставить шермикон и он не будет отслаиваться на все остальные вид покрытия наношу топ-то класс перед тем как поставить шермикона на эту краску я наносить его не буду я просто сейчас уберу дисперсию и все самое главное конечно ее как следует просушить опять же не будет лишней толщины ничего не будет нам мешать так убрали липкий слой обезжиривателя теперь подбираем декорации на белый фон конечно хорошо будет поставить до какой-то черный крупный элемент так как типс у нас достаточно длинненький такой то элемент можно взять покрупнее будет интереснее смотреться так возьмем вот этот такую эмблемку ставлю ее практически по центру практически по центру вот так приклеиваю к этой краске клеится шермикона прям отлично нигде не отходят и потом не оторвешь так нужно еще что-то добавить что-то добавить нужно я люблю вот всегда вот так примерить примерить так добавим вот такой фрагмент вот сюда вниз так декорацию сначала устанавливаем серединочку и и прижимаем к поверхности а потом только куда убедились что все ровно потом уже можно ее полностью поставить и вот надпись хотелось бы здесь добавить и так как у меня фактурка будет с одной стороны лежать с другой стороны не будет у меня фактура я дам хочу добавить сюда еще вот цепочку такую линию да вот вот этот фрагмент будет здорово смотреться и я полностью не буду отрезать я отрежу только ту часть которая мне нужна так соединили аккуратненько отрезали и вот сюда можно поставить и еще такой момент если длина ногтя позволяет то есть если ногти достаточно длинные то будет классно когда вы ставите там ну вот такое количество декорации да здесь их так много достаточно если ногти короткие то конечно же тогда нужные элементы поменьше выбирать и декорации тоже ставить поменьше иначе будет перебор ночь будет смотреться все очень так знаете громоздко чтобы не было оляпистости количество декораций подбираем зависимости от длины ногтя и так перекрываю сверху топом текласс покрыла поверхность у меня будет матовая отправляем лампу и пока сохнет ставлю на минуту пока сохнет занимаемся вторым типсом чтобы не тратить время а если мужести стирала липкий слой так что мы здесь делаем здесь хочу поставить поталь хочу поставить поталь чтобы ее поставить нужно поверхность сделать липкой липкой поверхность слайдер достать мы берем топ слайдер берем топ слайдер и ставим его только в той части ногта где у нас будет располагаться наша наша поталь так ну наверное где тут хочу большой кусочек вот здесь наискосок поставить и сверху как раз будет лежать фактура топ слайдер я наношу на поверхность и отдельной кистью распределяю его по поверхности вот для чего для того чтобы не было лишней толщины тем что когда есть лишняя толщина то смотрится уже как бы не очень так и сушим его 30 секунд в лампе пока он сохнет берем вот этот наш типс и покрываем его матовым топом беру с кадра ту раз фокус идет покрываем матовым топом покрываем полностью всю поверхность чтобы матовый топ ложился ровно без всяких проплешин без бугорочков каких-то его нужно выглаживать кистью по поверхности выглаживать не прожимать и количество должно быть тоже таким знаете не очень сильно маленьким то есть не тонкий слой должен быть но и конечно же не слишком толстый и так перекрыли матовым топом сушим минуту сушим минуту так здесь у нас просох топ слайдер и я буду ставить поталь мне больше нравится вот такая вот она тем более нет нет такая желтая как первый вариант и хорошо подходит под оттенок золото на шермиконах мы их будем здесь тоже использовать вот я беру кусочек она здесь такими за эти кусочками в баночке и один отрывая сам от оторвался и ставлю его верхнюю часть ногти опять же не забываем про размер про размер ногтя то есть если у нас слишком крупный ноготок то кусочек потали тоже может быть не маленьким если ноготь небольшой длина небольшая тогда не нужно ставить огромные куски иначе будет смотреться не очень гармонично и так вот таким образом поставили и сушим в лампе еще 30 секунд для того чтобы поталь сполимеризовалась с остаточной липкостью топа слайдер как следует прикрепилась и в процессе носки никуда она у нас не делась не скололся так матовый топ у нас высох теперь наносим текстурную краску буду наносить ее вот с этой стороны но можно в принципе с любой стороны нанести мне как-то сподручнее сейчас именно вот с этой на рисунок заходить я не буду то есть вот рядом с рисунком можно по обе стороны нанести эту краску так на кисти осталось небольшое количество краски но ничего можно кстати и черненького добавить тут можно вообще пофантазировать где-то есть есть где маленькое расстояние между декорациями там можно проработать тонкой кистью максимально близко к декорациям но не заходим на них такой знаете простой вариант но очень интересный нанесла и теперь можно кистью для градиента сделать вот такие вот такую фактурку здесь у меня краска сейчас на букву попал я ее аккуратненько уберу можно с двух сторон сделать можно с одной стороны тут уже на свой вкус полагайтесь можно фантазировать но очень быстро делается фактура с такой краской очень быстро и сушим 2 минуты в этом случае можно просушить одну минуту так как здесь еще сейчас воспользуюсь глянцевым топом для того чтобы сделать декорации блестящими чтобы такая разность фактур была матовый глянец очень всегда это интересно смотрится да интересно я рада что вам нравится итак здесь у нас поталь подсохла далее мы наносим топ т класс топ т класс на саму поталь у смотрите тоже чтобы не создавать лишнюю толщину наносим только на те участки где мы будем ставить шермикон и здесь я хочу расположить вот сбоку не по центру а сбоку сушим плампе почему не стала досушивать потому что смотрите при работе на клиенте вы экономите время и подсушили краску наносите топ ему же тоже нужно время чтобы высохнуть и как раз за это время за это время у вас досохнет краска вместе с топом уже можно взять ультрашайн если это гелевое моделирование или т класс берем топ т класс так сейчас куда-то надо его капнуть пусть на крышку потали с кисточки потому что не очень удобно можно любой удобной кистью эти детали сделать глянцевыми будет очень очень классно смотреться такой вариант можно даже двумя слоями топ и пройти чтобы вот например этот круг он был объемным аккуратненько про тонким слоем прошли смотрите уже как классно да дизайн заиграл как будто бы он такой законченный можно с двух сторон сделать фактур тут все как кому как нравится так слушаем здесь у нас высох топ т класс класс и сюда мы наносим мы ставим шермикон это все с посмотрим какими не работали можно надпись поставить тоже будет интересно да вот возьмем надпись так отклеила и ставлю вот здесь то чтобы вся надпись у меня приходилось на на поталь так затем затем можно опять же примерить посмотреть какой элемент будет красиво дополнять вот этот бы тоже хорошо смотрелся но если бы например не поталь было что-то другое чтобы золото на золото все-таки заходит так ну давайте возьмем вот сейчас посмотрим сейчас я вот эти еще хочу примерить очень они мне нравятся такие и не можно цепочку но она будет очень большой так давайте возьмем наверное вот этот фрагмент вот этот фрагмент и поставим его в нижнюю часть вот сюда вот таким образом не знаю наверное не нужно нет больше сюда ничего ставить не хочу иначе будет перебор и так поставили шерми кончики тоже сверху проходимся топом the class сушим в лампе первый наш вариант готов вот так он выглядит в итоге быстро и стильно так далее что нам нужно у нас с вами на очереди черные типсы тоже будем миксовать золотом так показать текстурную краску под эфиром потом будет список материалов которые здесь были используете можете сделать скрин белая и черная краски их можно кстати колеровать с пигментами с цветными не думаю сам посты тоже можно если только чуть-чуть совсем можно создавать еще другие оттенки также их можно миксовать между собой то есть тут уже у вас будут серые оттенки наносим матовый топ зафиксировали шермиконы и наносим матовый топ так нанесли самое главное покрыть как следует шерми кончик чтобы они не торчали и выровнять поверхность то есть когда наносим топ не забываем выравнивать поверхность и так пока топ сохнет можно как раз заняться вот этими типсами подготовить их под дизайн и так один вариант я тоже сделаю с поталью очень мне нравится работать с ней очень поэтому хочу вариант с поталью использовать так оторвался вот такой фрагмент и ставим его тоже где-то вот здесь так немножко от него оторвут он слишком большой здесь у меня покрытие краской и я поталь ставлю прямо на липкий слой прямо на липкий слой потому что потом я ее зафиксирую топом можно вот так и поставить вот так вот тоже сушим в лапе и так здесь у нас краска высохла здесь можно сразу декорации выделить поталь вот эту выделить чтобы она была глянцевой надпись на ней и потом уже до делать текстуру в конце если вы сначала топом работаете делаете глянцевыми какими какие-то элементы в дизайне сначала можно подсушить топ ну прям секунд 30 будет вполне достаточно а потом уже потом полностью просушивать его с текстурной краской то есть потом оставим на просушку уже в течение двух минут вот так сушим здесь наш поталь подсохла далее мы наносим топ т класс вот самое главное сполимеризовать остаточной липкостью тогда ничего никуда не денется топ т класс тонким слоем наносим на всю поверхность потому что потально свете она так достаточно обширно стоит на ногте носим на всю поверхность и в лампе сушим в лампе сушим а здесь мы среднюю часть наносим топ т класс так как будет здесь стоять у нас шермикон и тоже сушим здесь можно уже приступать к фактуре также белую возьмем белый оттенок и нанесем его вот здесь вокруг потали наносим вот таким образом вот смотрите эта краска она даже в тонкий слой создает уже рельеф и можно вот в эту часть тоже нанести небольшое количество здесь я хочу ее как бы знаете на нет свести сейчас кисточкой здесь вот между кусочками вот таким образом будет очень прикольно можно поработать кстати уже другой кистью попробовать да как она будет себя вести здесь можно сделать какие-то вот мазки допустим вот знаете можно прям по-разному пробовать наносить эту краску хаотичные мазки какие-то добавлять вот так здесь прям вот так маленькими шажочками прошлись мне нравится и отправляем в лампу сушиться на две минуты на клиенте на типсе можно минуту высушить так далее что мы делаем у нас на очереди черный типс черная текстурная краска с белым поработали так здесь мы подбираем декорации какие мы сейчас поставим на на типс я бы наверное хотела взять вот этот фаргмент потому что он такой небольшой хотя можно вот этот черный поставить тоже будет прикольно смотреться вот этот черный да вот его потому что ноготь крупный да ну возьмем представим что это ноготь на ноготь крупный поэтому будет прикольно смотреться если будет крупная какая-то декорация возьмем этот вариант очень липучий и тоненький поэтому прям аккуратненько чтобы не порвать так ставим сюда и хочу примерить цепь цепь конечно вот крупненькая но 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 можно как бы и ее как вариант рассматривать хотя на раз здесь здесь наверное нет а вот этот вариант кстати очень будет даже интересен так сейчас я аккуратно сниму они очень тонкие и рвутся так пусть будет такой вариант у нас если влазит какая-то надпись можно добавить до влазит так добавляем вот такую надпись перекрываем током текла с тонким слоем сушим так здесь на стоп текла с высох и примеряем примеряем декорации можно кстати вот скомбинировать с белыми белые элементы взять здесь есть вот серебро тоже как вариант да если что-то серебряное добавить а здесь у нас вот не хочется цепь еще использовать сделать что-то с цепью можно кстати с цепью поставить цепь вот такую белую и внизу внизу дополнить вот такой цепочкой так теперь главное и оторвать отсюда наносим тоже где-то чуть выше серединке ну почти по серединке вверху я оставлю как раз место под под текстуру лишнее отрезаем и когда мы ставим шермиконы вот таким образом вот таким образом то есть нужно всегда оставлять небольшой зазор вот здесь чтобы топом потом перекрыть этот шермикон чтобы он не скололся сбоку ногтя то что клиент все носят по-разному кто-то более аккуратный кто-то менее аккуратный здесь мы ставим внизу вот такой еще фрагмент так чтобы цепочки шли параллельно друг другу лишнее отрезаем как следует прижимаем шермикон и перекрываем топом teclas наши шермиконы чтобы они никуда не делись и полностью здесь всю поверхность можно перекрыть так как будем наносить матовый топ матовый топ нужно нанести на либо на топ teclas либо либо на топ слайдер так сушен здесь мы тоже наносим матовый топ можно с глянцем сделать такой дизайн мне кажется именно когда матовый и глянец смотрится очень выигрышный дизайн очень интересно необычно и текстура лучше читается нанесли матовый топ и сушим его так привет девочки кто присоединился мы сделали уже два вот таких варианта на белом фоне с текстурной белой краской после полимеризации можно с нее брать дисперсию нее есть такой прям совсем небольшой слой хотя она вообще без гибкого слоя но чтобы она была более такой выраженный можно еще аккуратненько вот убрать лишнюю дисперсию она матовая такая становится так здесь наши цирсы высохли а вот в этом варианте кстати еще можно сделать вот так вот так например ставим матовый топ и на него будем наносить текстурную краску или можно сразу на топ текус может быть и я и зря матовый топ сейчас использую наверное зря ну пусть я уже нанесла сушим сушим здесь здесь матовый топ высох смотрите как красиво уже смотрится но нам нужно выделить глянцевые элементы глянцевые элементы щас кисть снова прочищу и потом уже наносим текстурную краску можно такое хорошее количество топа взять так нанесли глянцевый топ до 30 секунд сушим а потом вместе с краской досушиваем еще две минуты то есть полная полимеризация этой краски 2 минуты вот получилось так так получилось здесь мы можем что сейчас поставить мы сделаем текстуру такой минималистичный дизайн с текстурой вот на матовом топе даже лучше видно как она ложится поэтому этому минут захотелся тут интуитивно почему-то матовым топом покрыть принципе смотрите даже вот эти маски кистью они это уже вот то что нужно кутикулу можно не наносить большое количество прям вот мазнули видите в даже в тонкий слой уже хорошо читается мазок и вот распределяемых в отечной порядке можно такими похлопываниями наносить как удобно если слишком где-то торчит это нужно убрать потому что может мешать клиенту в носке и так вот такой вариант у нас будет простой легкий делается быстро осмотрится эффектно можно и на нижнюю часть тоже нанести текстуру можно примеров если в композиции брать такой вариант дизайна можно нанести текстуру на на одном ногте например оставить так как я вам показала дизайне на другом сделать полностью на весь ноготок и теперь здесь тоже вокруг потали наносим текстурную краску и заходим вот сюда то есть какие-то места на ногти мы оставляем голыми да просто покрытыми топом на какие-то мы наносим текстурную краску здесь уже нужно мелкой кистью проходится потому что участок узкий и широкой кистью ну текстуру не очень удобно делать поэтому сейчас я широкой кистью нанесу а потом маленькая уже буду доделывать вот так то есть не на весь ноготь тут вот знаете она сама по себе вот ложится и все и сразу же текстуру получается классная краска очень мне нравится на в работе текстуру сделает кто угодно вот все она уже готова промазнули пару раз и все вот так все больше ничего не нужно итак отправляем в лампу сушим две минуты на клиенте и наш дизайн готов быстро и классно добавили шермиконы особенно вот очень здорово подходят такие новые шанель я номера вам не подскажу сейчас но это будет в описании эфира можно будет посмотреть подсохнет вот как здорово читается эта текстура даже в тонкий слой очень классно смотрится так стильно прям обалденно и здесь тоже снимаем липкий слой с нее еще два вот таких вариантов черном цвете вот такие итак на этом все я сейчас вам еще белые типсы сюда покажу мы сделали в прямом эфире 4 варианта дизайна стиля шанель с текстурой поработали новыми красками текстурными черный и белый решил сделать такой монохромный вариант дизайнов показать воспользовались баталью также и в итоге мы имеем вот такие четыре классных тип садами не кстати могут и вместе вот так вот идти в качестве композиции и так спасибо всем кто присутствовал в эфире так спасибо за эфир пожалуйста очень рада что вам понравился эфир он будет сохранен наверное завтра спасибо всем кто присутствовал особенно тем кто до конца посмотрел и так пока всем пока